Привет, дружище! У меня к тебе одно интересное предложение. Давай сравним Гранту в разных оперских симуляторах. Сейчас мы зашли в Реалу Опер Сити и я взял Гранту Спорт. Ну а с тебя, дружище, лайк и подписка. Давай сравним, где Гранта будет лучше ездить. И, конечно же, подпишись на канал, если тут впервые. Давайте попробуем подергать вот так вот руль влево-вправо и посмотреть, как она реагирует на различную суету на дороге. Потому что Гранта является одной из популярных тачек для оперской езды. Ну, как лично по мне, я вот сколько видел, Гранта очень часто используется. И вот тут в Реалу Опер Сити на ней очень классно суетиться. Мне очень нравится и прям чувствуется передний привод. И действительно, дрифт получается довольно-таки красивым и прям масштабным. Даже дверь немножечко открыта у пассажира. Ну, это, я думаю, для аэродинамики придумано. Но, как по мне, тут действительно все четко. И даже можно дать ручника, и получится действительно какой-то прикольный и интересный эксперимент. Как по мне, в Реалу Опер Сити Гранта выглядит довольно-таки кайфово и круто. Но давайте ее глянем в других играх. Поэтому, дружище, с тебя лайк и досмотри ролик до конца. Найди в нем кодовое слово, ведь ты действительно очень внимательно можешь посмотреть ролик. И таким-то образом проверишь свою бдительность и то, как ты обращаешь внимание на мелочи. Я постараюсь идеально спрятать ключевое слово. Ну, погнали дальше. Так, ну вот мы находимся уже во второй Оперской игре, которая называется МТА Провинция. И тут Гранта исполнила действительно в очень интересном стиле. И, как видите, управление у нее тоже просто нуждается в отдельном внимании. Поэтому, что хочу сказать поначалу. Как только ты купишь тачку, ты поймешь, что у тебя Гранта будет отличаться от той, которую ты видишь в Реалу Опер Сити. Потому что тут идет стоковая Гранта в самой простой комплектации. Обычно все игры добавляют самые крутые, мощные и спортивные тачки. К примеру, как в Реалу Опер Сити, где они добавили Гранту Спорт. Тут МТА Провинция отличилась от всех остальных игр и просто добавила самую классическую Гранту. Самую стоковую, потому в которой нет абсолютно ничего. Черный бампер, черный передний бампер, это означает, что это самая бедная комплектация, которая возможна для этой тачки. Конечно, если ты ее покрасишь в черный или серый, такой темно-серый цвет, то Гранта будет смотреться довольно-таки прикольно. Но в белом она сразу выдает то, что она очень простая. Очень простая и незамысловатая простецкая машина. Ну а как вы, в принципе, хотели, я считаю, что это все действительно выглядит разумно и понятно, что Гранта может выглядеть и как-то, в принципе, вот так вот. Но, хватит ли этого для Оперской езды? Ну, давайте проверим, насколько она четко ездит. Сейчас мы поехали по мостовой, это, я думаю, что не самый лучший вариант для того, чтобы выбирать Оперскую езду. Но мы проверим мои качества вождения и они, в принципе, показатели отличные. Как видите, да, реально, у меня получается, в принципе, на ней суетиться. Но физика тут отличается от той, которую мы видели в Реалу Оперсити, потому что тут тачка более стабилизируется. Она не чувствуется пушинкой, а ездит, в принципе, очень подобно той, которая есть в реальной жизни. Физика и поведение ее на дороге. Как по мне, все равно идеально, круто. Но тут, даже, дорогие друзья, есть отличительная черта. Очень отличительная от той, которая есть у нас в Реалу Оперсити. Это, к примеру, то, что, дорогие друзья, тут все намного реалистичней. Вот, к примеру, если в Реалу Оперсити ты берешь тачку, ты думаешь, все, я буду кататься, так и есть. В МТА провинции так не работает. Далеко все не так работает, как ты думаешь. Тут, во-первых, нужно, собственно говоря, соблюдать правила дорожного движения. Поэтому, тут нужно быть всегда внимательным. Я, в принципе, могу проехать на красный цвет, но у меня появится штраф. Мне придется его заплатить. А если тут будут стоять полицейские, то они меня остановят и тоже могут выписать штраф. А если не остановлюсь, появится погоня. Ну, а это может привести к тому, что у меня потом заберут права, если догонят. Или всякое такое. Поэтому, на самом деле, это действительно жестко. Ну, а еще отличительная черта, что тут даже за тачку настолько игра реалистична, что тебе нужно платить за нее, собственно говоря, налоги. Всякое такое. Все, как в реальной жизни. Ты покупаешь, оформляешь. Короче, тут игра действительно заставляет тебя думать, что, как вообще делать, как наводить суету с этой машиной. Вот я сейчас, к примеру, заехал в банк. Нужно вот заплатить, собственно говоря, налоги, вот на тачку, всякое такое, за гараж. И это, на самом деле, круто. Это добавляет реалистичности. Ты не можешь просто играть, там, не знаю, врезаться во все подряд. Тут нужно ездить аккуратно. Ну, как минимум, если ты хочешь погонять, выезжаешь на трассу куда-то за город. И тогда можно водить суету. Вот, к примеру, как я сейчас. Я вот выезжаю на, собственно говоря, на вот эту вот автомобильную трассу. И тут уже никаких штрафов нет. Тут никто не будет мне запрещать набирать максимальную скорость. Потому что в городе есть реальные игроки, которые там работают, да, на фурах, к примеру. Или там возят доставку продуктов в магазины. И если я буду врезаться, я буду просто им мешать. А по трассе, тут что, ты взял, действительно набрал скорость и все, наводишь суету. Хотя чувствуется, что Гранта, вот видите, она со стороны в сторону все равно виляет. Чувствуется, что автомобиль не сильно тяжелый. Аэродинамика у него присутствует. Но, как по мне, тоже все классно выглядит, все кайфово. Мне нравится. Мне нравится, как тут выглядит Гранта. Как на ней ты ездишь. И это тоже, действительно, интересный автомобиль, который заслужит все внимания. По управлению все тоже у него четко. Вот, как видите, ребята, да, вот впереди вас едут фуры. Конечно же, если я врежусь, то я испорчу чуваку работу. Он там ехал, вез тачки в автосалон. А я, к примеру, ему все испорчу. Зачем так делать? Поэтому тут все занимаются своей работой, реальной жизнью. Поэтому, если что, если заинтересовала игра, ссылочка будет на нее в описании. Я, если... Ой-ой-ой-ой-ой! Я играю на седьмом серваке. Заходите на него. Все, я ударился немножко, Гранта ударил. Но, по-моему, все в порядке. То есть, видите, разогнался сильно. И вот, что произошло. А если бы фура бы ехала сзади меня, то вообще это было бы жесть. Ну, сами понимаете. Поэтому, на самом деле, игрушка крутая. Поэтому у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно кайфанешь. Потому что она абсолютно бесплатная, без какой-либо рекламы. И ты можешь начать играть прямо сейчас. Поэтому, пока ты думаешь, твои друзья уже играют вместе со мной. Поэтому заходи, играй и начинай получать действительно кайф от этого времяпровождения в игре. Ну, а также, чтобы сразу же получить крутой бонус для этого, ребят, смотрите, что нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вам нужно нажать на буковку М английскую. У вас откроется меню, статистика и бла-бла-бла. Далее переходим в раздел реферальная система. И вот тут, в появившемся окне, вам нужно ввести мой промокод личитоп. Вот этот вот промокод во вкладке создать. И вам нужно его ввести во вкладку активировать. Вот в эту вкладочку, вот сюда. Ввели личитоп и получили крутой и очень интересный бонус. Я уверен, что вам действительно понравится. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. А кодовое слово, которое я обещал, я действительно спрятал в самый конец ролика. И оно будет у нас. Гранта на максималках. Все, кто напишет слово гранта на максималках, обязательно попадет в мое новое следующее видео. С вами Личи, и всем до скорых встреч.